Ауто-деструктивное поведение, депрессия, подростковый период. Только эти причины самоубийства нам известны на сегодняшний день. Однако даже сами специалисты не могут описать и другие специфические признаки поведения. В связи с этим у ученых также нет специально разработанной формулы, предпринимаемой для профилактики. Поэтому государством выделено значительное средство на обучение соответствующих специалистов. По словам Мугульзеры Дарибаевой, результаты опроса школьников могут меняться ежедневно. Оказывается, такое случается довольно часто. Потому что настроение школьника, находящегося в пубертатном периоде, непостоянное. Для этого разработан межведомственный план по профилактике суицида среди детей, предотвращении ауто-деструктивного поведения. В целом мы работаем строго согласно утвержденному плану. В частности, производится совместная работа сотрудников образования, полиции, здравоохранения, а также сельских акимов на местах. Чтобы они знали об обстановке в каждой семье, в которых воспитываются несовершеннолетние, конечно же, проделывается и совместная работа с родителями. В текущем году в нескольких районах региона была проведена встреча с родителями с привлечением квалифицированных специалистов. На все интересующие вопросы они дали исчерпывающие ответы, а также поделились эффективными советами по профилактике суицидальных явлений.